На днях писал, записывал интервью про лавины и параллельно с этим записывал бэкстейдж интервью. Видео на канале уже есть, уже всех задолбалось с этими лавинами. Дело в том, что я хотел снять лайв, как я монтирую видео с интервью, но так погрузился в работу, что уже видос смонтирован. Но тем не менее, я хочу немного пробежаться по таймлинии и рассказать, что и какие я фишки использовал и как вообще монтировал это интервью. Поэтому хроноветраж 10 минут, не очень много, там довольно простой монтаж, но в комментариях иногда просят рассказать про плагины, которые я использую, про монтаж, тем более, что у меня уже есть целый плейлист, посвященный Final Cut. И сегодня разбираем таймлинию с видео интервью про лавины. Итак, для начала, что мы делаем? Первым делом я отключаю это фоновый рендеринг. Он нам не нужен, потому что он будет тормозить работу, об этом ты уже знаешь. Открываем проект. Вот у меня есть папка BackLavina. Нам нужна не BackLavina, нам нужно интервью. Вот наш проект. Обычно проект нужно называть каким-нибудь именем. Собственно, вот это таймлиния проекта. Shift-Z показать всю таймлинию, сократить ее. Как ты можешь видеть, что в начале ролика у меня идет небольшая динамика. У меня здесь много всяких звуков. Сейчас мы их разберем подробно. Какие-то наложенные титры и очень мелкая нарезка клипов. Я очень люблю динамичный монтаж. Он даже может быть не связан с музыкой или с битом. Я могу просто нарезать в динамике очень короткие шоты. Сейчас об этом тоже расскажу. Итак, с чего мы начинаем? Писал я на одну камеру, это Panasonic GH5. Звук у меня был параллельно записан в рекордер. Zoom H5. И у меня есть три интервьюера. Я создаю три папки отдельные. В каждой папке у меня их голос. Рекордер записывает сразу же две дорожки. Одна пишется в минус 12 дБ, другая в минус 6. Для синхронизации звука можно использовать приложение Pluralize. Делается все элементарно просто. Закидывается аудиодорожка, закидываются видеоклипы. И нажимаешь кнопку Synchronize, у тебя все синхронится. Здесь мы с ребятами все отбили по хлопку. Это очень делается легко. Покажу на примере Никиты. Вот у меня идет, получается, видео дорожка и внизу аудиодорожка. Ты, наверное, спросишь, почему у меня здесь три дорожки и из них две затемненные. Потому что, как я и говорил, одна у меня минус 6 дБ, одна минус 12. И третья дорожка, которая используется, это дорожка, которую я почистил в Adobe Audition. Сейчас я об этом расскажу. Вот что Никита у нас тут вытворяет. Я ему говорю сделать хлопок. И он делает хлопок. Вот так это происходит. Таким образом, мы видим вот этот пик. Очень хорошо он слышен в рекордере, потому что у него вот здесь висит петличка под одеждой. И его слышно в камере. Таким образом, я могу засинхронить дорожку. Поэтому здесь Pluralize я не использовал. Он делает хлопок. Все, мы погнали. Дальше я уже начинаю резать дорожку. Аудиодорожка и видеофайл у меня убраны в Compound Clip. Делается для того, чтобы... Это, кстати, очень удобно. Я могу его нарезать. У меня, получается, идет вот Никита. Идет здесь Никита. Потом он где-то еще у меня здесь идет. И я могу этот Compound резать, как мне нужно. Но звук при этом у меня остается тот же самый. То есть я могу один раз зайти в Compound Clip, отредактировать звук. Ну, применить какие-то эффекты. Тут что-то у меня вот этот Limited, компрессор, квалайзер применен к нему, да. То же самое я делаю с видео. То есть я как-то вот редактирую тут. И у меня эти эффекты применились ко всему Compound Clip. Независимо от того, режу я его или нет. Не знаю, понятно, я объясняю или нет. Короче, типа у меня целиком вся дорожка, да, понимаешь? И я могу в одном месте применить эффекты. И дальше ее нарезать, как мне нужно. То же самое я делаю с остальными участниками. Вот у меня их три всего. То есть у меня получается три Compound Clip. Вот они. Раз, два, три. Тут еще какие-то два, я не помню, что это. Немного еще о том, как я почистил дорожку. Получается, изначально звук был вот такой. По склону, и вдруг под ним этот склон поплыл, поехал вниз. Человек понял, что это. Слышно, да? Записалась какая-то в комнате наводка. Это может быть от галогенных лампочек, это может быть от металла в комнате, может быть от телефона, от всего, что угодно. Петличка делает наводку и ловит вот этот шум комнаты. Неприятный писк, который всю дорожку нам, по сути, убивает. Открываем Adobe Audition, скидываем сюда звуковой файл, да? Получается его вейвформа. И мы ищем наиболее подходящий участок шума, который находится в комнате. Ищем отрезок, где он ничего не говорит. Вот он, например, есть, да? Это у нас... Вот, это у нас как раз тот самый шум. Чтобы почистить всю дорожку, мы выделяем этот кусок шума. Выделили кусок шума, нажали Shift-P, то есть мы скопировали его в буфер обмена. Нажимаем Effect, Noise Reduction, Noise Reduction Process. Здесь очень важно, чтобы вот Special Decay Rate желательно стояло как можно меньше. Это делается для того, чтобы не было эхо. Здесь у меня единичка, 1%. Нажимаем Apply. А, секундочку, я забыл. Очень важно выделить весь проект. Выделяем всю звуковую дорожку, то же самое, Noise Reduction. Apply. И вот он почистил всю дорожку. Как можешь видеть, вейвформы стали ниже. За счет того, что все шумы в комнате Adobe Audition убрал. Проверяем. Опять дернуть за ручку, для того, чтобы открылся баллон. Который поможет ему остаться на поверхности. Это голова. Соответственно, руки надо где-то любить. Значительно тише, да? То есть весь фоновый шум мы почистили. У нас чистая звуковая дорожка. Мы можем с ней работать. Закрываем Adobe Audition. Все, погнали. И дальше монтируем, получается. Итак, немного расскажу про монтаж. В комментариях меня частенько спрашивают, какие плагины я использую. Всех интересуют плагины, какие-то переходы и что-то еще. Если честно, я не сторонник использования каких-то переходов программных. Я использую чаще всего переходы естественные, которые сделаны во время съемки. Это могут быть затемнения, увод камеры в сторону, какие-то смазы камеры. Из плагинов, которые находятся вот в этой вкладке, я использую разве что вкладку Color и Custom Loot. Когда я хочу накинуть какой-нибудь лут, подкрасить видео. Лутами я тоже не очень часто пользуюсь. Да, у меня есть какие-то плагины тут. Вот BSS, Boris, там какой-то, какой-то Boris. Куча разных переходов. Переходов, какие-то тут интересные, стилизованные, тут подфильм какие-то грейдинги. Я не знаю, кто этим вообще пользуется. Также у меня от него есть масса переходов. Какие-то переходы в тень. Тут, видишь, наверное, их как-то можно технически грамотно использовать, но я с этим не заморачивался. С чего начинается видео про лавину, да? Здесь у меня за основу идет голос гида в рации. Это вот синяя дорожка. Он что-то надиктовывает. Параллельно с этим я использую вот такой звуковой эффект. Давай вот эти отключим. Буква V отключить неиспользуемые дорожки. И я использую такой просто, как бы, жуткий гул. Жуткий гул. Параллельно с этим к нему потом добавляется еще один такой звуковой эффект. Как раз под фрагмент, когда идет титр со словом «человек». Я использую вот такой звуковой эффект. Дальше к нему подключаются еще какие-то эффекты. Кто-то вам напросил аудиопак. Пока не могу его скинуть. Скину попозже. Просто обзавелся тут недавно интересным паком звуков. Этот пак платный. За него сколько-то нужно заплатить денег. Вот Epic Media называется. И в нем очень много таких подпапок. Разные, очень интересные звуки. Какие-то хиты. Рейзеры очень интересные. Гулы. Это все можно и нужно использовать в своих видео. В общем, у меня идет титр. Стандартный титр. Шрифт BeBass. Вижу человека, да. И здесь я использую вот такой пресет. Он от Pixel Film Studio. У меня есть несколько купленных плагинов. Пресеты, плагины, как они правильно называются. И в основном я их использую для перехода на титры. Это очень удобно сделать, потому что, получается, я представляю гидротитром, да, и у меня вот этот титр так как бы дергается, подскакивает. Для того, чтобы это сделать, вот я сейчас покажу, раскомпоную клип. Если бы я его не убрал в Compound Clip и применил бы его просто к титру, то у меня дергалась бы вся картинка. Видишь? Это очень важно. Если бы я использовал переход из этой вкладки к титру, у меня то же самое бы. Все вот это дергание переносилось бы на клип, который ниже под титром. Для того, чтобы это избежать, мы весь этот переход прячем в Compound Clip. Правой кнопкой New Compound Clip. Окей. Таким образом, эффект применяется только лишь к титру, а не к клипу. Очень хорошо, если ты подзвучиваешь свои титры каким-то звуковым эффектом. То же самое. Заканчивается этот шот тем, что я использую звуковой эффект Razer. Тоже один из моих любимых приемов закончить какой-то определенный фрагмент. Здесь он как раз подходит, потому что камера уходит вниз и идет такой смаз на лавину, на снег. Мне показалось, это очень интересный такой шот. И как будто бы выключили свет, да? И дальше кит нам... И дальше кит нам говорит, ну, какие-то последствия. И вот они говорят об этом, и нам как будто бы уже интересно, что будет дальше. Ну, я надеюсь, да? Вот здесь как раз я начинаю использовать то, о чем я говорю. Идет какая-то суетная нарезка кадров. Очень короткие фрагменты я использую. Здесь нет переходов никаких. Все делается чисто с клейками. Здесь я использовал просто кусок дергания камеры, да, для того, чтобы создать такую нервозность. Просто дернулась камера, и я использовал. Здесь этот шот... Это все шоты сняты в 4К. И он у меня очень сильно заскелленный. 223%. И мало того, что он у меня заскелленный, так я еще и... А, ну здесь просто камера уходит в сторону, да. И в следующем шоте я как бы продолжаю движение слева направо. И дальше камера продолжает так же двигаться слева направо. И помимо того, что двигается камера, так еще и кися делает движение лопатой слева направо. Вот, но это у меня был статичный шот. Он тоже снят в 4К, и очень мощный... Ну, не мощный, но он прилично заскелленный на 112%. И здесь для того, чтобы добиться такого эффекта, я делаю смещение слева направо, да, или справа налево. Нажимаем вот сюда, здесь ставим точку ключевую. В общем, да, ставится ключевая точка, ставится она либо здесь, либо вот здесь можно поставить. И если развернуть клип, она появляется в месте, где у нас был скиммер. Скиммера тут как раз на палка. Все, дальше мы передвигаем, смещаем скиммер, и ставим конечный шот, который нам нужен. Вот, в данном случае он у меня здорово смещен влево. Таким образом мы получаем движение камеры слева направо, чик. Здесь у меня просто тоже скейл, отъезд камеры, мы копаем. Идет, ну да, напряженная музыка. И дальше вот интересный момент, ну, как я считаю, как закончить, ну, как резко оборвать музыку. Да, я использую тоже звуковой эффект, такой хит разбивающегося какого-то, типа какое-то разбивающееся стекло или что-то такое. И он у нас приходится как раз на ударную ноту в гитаре. Типа играет гитара. Все, и дальше резко опять начинается какая-то суета. Идут титры, гид что-то говорит. И опять же заканчиваю, ну, смысловую нагрузку в титрах таким интересным звуком. Как будто бы ударили по бутылке в тишине. Я очень люблю такие звуки. Иногда мне кажется даже, что я перебарщиваю с ними. Ну и, собственно, название фильма «Лавины сходят». Титр также подзвучен таким вот хитом. Называется он «Импакт». Ну и дальше я представляю себя и компанию, с которой я работал. Также использую на титре «Переход» от Pixel Film. Ну и дальше у меня начинается уже повествование. Я не знаю, здесь, наверное, особо ничего интересного нет. Когда по тобою, как говорят, поплыл снег, да, когда я понял. Ну, наверное, разве что использование вот компаунд клипа, объединение звуковой дорожки и видеоряда. И вот использование такого эффекта. Чаще всего в интервью я использую какую-то нейтральную музыку и глушу ее на минус 20 дБ. Кстати говоря, вот полезный лайфхак для того, чтобы посмотреть, не перегружен ли у тебя голос. Я об этом говорил и буду повторять об этом постоянно, что нужно использовать аудиометры, да. Это вот такие зеленые столбики. Они нам показывают как раз, есть ли у нас перегруз. Вообще, желательно использовать весь звук до нуля. Не желательно, вернее, а обязательно использовать до нуля. Если у тебя идут пики выше нуля, это означает, что у тебя есть перегруз. Я обычно использую от минус 6 до нуля. Музыка должна быть где-то минус 20, минус 22, минус 25 дБ. Кстати говоря, очень удобно использовать вот эти аудиороли. Это можно посмотреть в индексе, вот в этой вкладке. Аудиороли назначаются очень просто. Вообще, они назначаются автоматически. Final Cut понимает местами, где у нас музыка, где у нас диалог, где у нас эффекты звуковые. Аудио, добавленное из библиотеки, практически всегда будет считаться звуковым эффектом и будет помечаться как бирюзовым цветом и определяться будет как аудиоэффект. Но мы можем назначить роль самостоятельно. Это делается так, нажимается правой кнопкой мыши, аудиороли. И вот здесь мы выбираем, что это будет у нас музыка, эффекты или диалог. Помечаем, допустим, у нас вот стала бирюзовая вся дорожка. Например, я хочу отключить все эффекты в проекте для того, чтобы послушать без эффектов, либо без музыки. Я снимаю здесь галочку и у меня убирается все. Очень удобно, рекомендую. Так, ну, наверное, это все, о чем я хотел рассказать. Судя по всему, видео получилось не такое уж информативное. Хотя, ну, например, мне вообще интересно посмотреть, как люди монтируют в Final Cut. Потому что уроков русскоязычных по Final Cut не так много, как, например, Премьера. И даже просто понаблюдать, как человек монтирует, мне уже интересно. Потому что каждый раз ты узнаешь что-то новое, подхватываешь какие-то новые фишки, смотришь, как человек монтирует. Но, к сожалению, я вот здесь забыл записать вот этот лайв с монтажом. Но, надеюсь, это видео тебе чем-то помогло, и ты для себя почерпнул что-то новое. В общем, монтирую осознанно, больше читай про монтаж, смотри фильмы, смотри мои видео. Надеюсь, тебе было интересно. Пока!